Ты знаешь, в моей жизни было время, когда у меня не было встреч, я жил молитвенной жизнью и все такое прочее. Но я не знал, как на самом деле прийти верой в святая святых, к престолу милосердия. И вот я говорю, Боже, ты должен мне это показать. Так что я начинаю надеяться на Бога. И знаешь, что он мне сказал? Он сказал, я хочу, чтобы ты встал посреди ночи в два часа, и я поговорю с тобой. Подожди меня в это время. Итак, в два часа зазвонит будильник. Я просыпаюсь, брызгаю на лицо холодной водой и думаю, все в порядке, Господи. Вот я и здесь. Все в порядке. Я сижу, скрестив ноги на своей кровати и думаю, говори, Господи. Я несколько раз ударяюсь головой о кровать позади себя и продолжаю сидеть, думая, ну же. Прошло 45 минут, и я понял, что не верю тебе. И вот я был так обескуражен, и я сказал, я сделал это, а ты так и не пришел. Спокойной ночи, Иисус. И я пошел прилечь. Теперь, когда я ложусь, как раз в тот момент, когда я собираюсь лечь и заснуть, я погружаюсь в сон. Внезапно открывается Царство Духов, и я вижу ангела с такими же глазами, как у меня. Хотя мои глаза были закрыты, мои глаза открылись в другой мир. Я увидел, как ангел Божий вышел из угла комнаты и, направляясь ко мне, услышал звуки арфы. И когда он направился ко мне, я услышал звуки этой арфы. Первое, что приходит мне в голову, это арфа... Ты серьезно? Это дьявол. Я думаю так, будто ты пытаешься меня надуть, и думаешь, что арфа смягчит меня или что-то в этом роде. Я знаю это, ты знаешь, что ты слишком предсказуем, не так ли? Но это был не дьявол, это был ангел из присутствия Божьего. И когда ангел заговорил, это прозвучало буквально, и я никогда раньше не слышал этого звука. Но единственный звук, с которым я мог его связать, был то, что Откровение называет голосом многих вод. Его голос звучал так, словно множество вод говорили одновременно. И когда я увидел его, он буквально сказал мне «Привет». Как будто он очень рад быть здесь. И я подумал «Нет, я ухожу». И я как будто пытаюсь заставить свое тело работать, даже если мой дух бодрствует, я в этом участвую. Это не сон, это не видение. Я в этом участвую. Мой дух бодрствует, а тело спит. И я знаю это, потому что твое тело соединено с твоим духом. В книге Экклезиаста это называется серебряным аккордом, но когда твое тело все еще соединено с твоим духом. И поэтому, когда я нахожусь там в духе, я пытаюсь заставить свое тело каким-то образом усилием воли проснуться и выбраться из этого состояния. Мне удается очнуться от этого кошмара. И когда я просыпаюсь, то сразу же включаю свет. И с тех пор я сплю с включенным светом. Я никогда не ложусь спать с выключенным светом не потому, что боюсь дьявола, а потому, что боюсь Бога. И вот я становлюсь на колени на своей кровати и начинаю молиться. Я сказал, не смей больше так поступать со мной, Иисус. Ты думаешь, что сможешь сыграть в эту игру? Мне это совсем не понравилось. Я не сторонник этого. Я хочу, чтобы ты знал. И вот я вернулся в постель, и меня вроде как трясло, но я снова заснул. Так что на следующую ночь я уже не вставал. Я так и не встал. Я подумал, хватит с меня этой игры в ожидания и всего такого прочего. Потому что, когда Господь действительно появляется, ты думаешь, у меня проблемы. Ясно? И вот я просыпаюсь посреди ночи. Я крепко спал. Я просыпаюсь, и на этот раз я буквально выхожу из своего тела. И я знаю это, потому что вижу там свое тело. А теперь ты можешь спросить, что это за конференция такая? Подожди, не вешай трубку. Он только что сказал вне тела? Да, я сказал, что Павел говорит об этом во втором послании к Коринфянам 12. И если ты читаешь между строк, то это на самом деле еще более увлекательно. Потому что Павел был в замешательстве, был ли он в своем теле или вне его, когда отправился на небеса. Вот в чем дело. Возможно, мы могли бы поверить в то, что Павел был вне своего тела, когда попал на небеса. Но я подумал, Павел на самом деле думает, что он может попасть в своем теле на третье небо. Для меня это еще более увлекательно. Этот человек был до смерти, до воскрешения в своем смертном теле. Да, он верит в Иисуса, но он все еще в нем есть смертность, как сказано в Священном Писании. Ему еще предстоит получить небесное тело. И поэтому он отправится на небеса, возможно, в своем естественном теле, в своем физическом человеке. И я подумал, это потрясающе. И вот я снова в постели, и я знаю, что я вне своего тела, и я смотрю туда. И когда я увидел Иисуса, я вспомнил, что ждал его. Я лег, заснул, и вдруг бум. Внезапно я оказался вне своего тела. И вот мы с ним на автобусной станции. Так вот, я этого не выдумывал. Это он спланировал все это свидание, а не я, ясно. Первое свидание на автобусной станции, это не мое представление о романе с Иисусом. Когда я увидел его, его волосы развивались на ветру. Его волосы были золотисто-черными и красивыми, и это было просто великолепно. И я увеличил изображение его кожи. Он парил, буквально левитировал передо мной паря, и как будто слава Божья привела его ко мне. И ветер развивал его волосы, и он смотрел прямо на меня, и я подумал, знаешь, меня словно ветром сдуло. И я помню, что у него были такие большие голубые глаза, которые были похожи на океанские глубины, в буквальном смысле этого слова. Я смотрю в его глаза и понимаю, что он знает обо мне все, и все же он по-прежнему безумно влюблен в меня. Ему не стыдно называть меня своим сыном. Он любит меня таким, какой я есть. И буквально в этот момент я смотрю на него и говорю вот что. Ты настоящий Иисус. Он смотрит на меня сверху вниз и улыбается. Он такой, как будто хочет сказать, это все, что у тебя есть. И потом вот что я скажу, вот в чем притча. Затем он отвозит меня к автобусу, к самому автобусу. Во время этой встречи я сажусь в автобус и вижу Иисуса в задней части автобуса. Я вижу мужчину, который ведет автобус. У него есть некоторые пристрастия. У него есть некоторые проблемы. У него куча разных проблем. Он верит в Иисуса, но еще не полностью сдался. И я знаю, что этот автобус символизирует. В то время, как это происходит, у меня в душе происходит правильная интерпретация того, что этот автобус символизирует его отношение с Богом. Да, у него есть отношение с Богом. Неужели Иисус сел за руль? Пока нет. Но он все еще в своем автобусе. И с течением времени в жизни этого человека Иисус будет становиться все ближе и ближе, пока он сам не сядет за руль. И на этом наша встреча закончилась. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok